Привет, дорогие мои! Это канал школы вязания. С вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем такую крупную ажурную вязку. Смотрите, как она интересно выглядит. Шикарно использовать для каких-то демисезонных вещей, для кофточек, можно для снуда. Если взять пряжу ворсистую, будет очень красиво. Это лицевая сторона вязания. Вот так выглядит изнанка. Данный узор выполняется на количество петель кратно 3 плюс 2 кромки. Вверх повторяем всего 4 ряда. На спице я набрала 14 петель. Первый ряд лицевая сторона. Крайнюю петельку снимаем. Каждую петлю провязываем лицевой с накидом. То есть ввела спицу в петлю. Делаю дважды оборот вокруг спицы и вывожу обратно. Третья получаю лицевую с накидом. В следующую петлю ввожу спицу, делаю два оборота, вывожу обратно. лицевая с накидом. Так мы провязываем каждую петлю. лицевая с накидом 3, лицевая с накидом 4, 5 и так далее. До конца ряда каждую петельку провязываем лицевой, делая накид, то есть делаю два оборота вокруг спицы. предпоследняя лицевая с накидом. В конце кромку вяжем изнаночной петлей. Это у нас первый ряд. Повернуть вязание. Второй ряд изнаночная сторона. Первую петельку снимаем. Далее переснимаем 3 петли с спуская накиды. 1, 2 и вот 3. 3 петли пересняла, спустила накиды. Видите, длинные петли. Возвращаем их обратно на левую спицу. Провязываем эти 3 петли вместе лицевой петлей. Затем не снимая их со спицы, делаем накид и еще раз эти 3 петельки провязываем вместе лицевой петлей. Я получила 3 петли из трех петли. И теперь их снимаем вот так. Это повторяем. Следующие 3 петли снимаем на правую спицу, спуская накид. 1, 2 и 3. Вернуть обратно. Провязываем 3 петли вместе лицевой петлей. Делаем накид и еще раз эти 3 петли вместе лицевой петлей. 3 из 3 я получила. Снимая со спицы. Вот второй повтор. Снова следующие 3 петли снимаю, спускаю накиды. Вернуть обратно. 3 вместе лицевой петлей. Повторяем так до последней. Кромку в конце вяжем изнаночной петлей. Вот такой у нас второй ряд. Работу поворачиваем. Третий ряд с лицевой стороны. Первую петельку снимаем. Все остальные петли провязываем лицевыми. За переднюю стеночку. Каждую петлю. Даже когда хочется за заднюю провязать. Вы вяжете за переднюю. Вот это обычно повернуто. Так что хочется за заднюю. Все равномерно. Не растягиваем какие-то петли. За переднюю стеночку провязываем. И только кромку изнаночной петлей. Вот такой третий ряд. Видите? Повернуть вязание. Четвертый ряд у нас с изнаночной стороны. Снять первую петлю. И снова все петельки провязываем лицевыми. Каждую лицевой за переднюю стенку. Вот так. Их лицевыми вяжем до конца ряда. И кромку изнаночной. Вот готово. Повернуть вязание. Смотрите. Вот данные 4 ряда. Это весь раппорт рисунка. Вот. Мы его повторяем. То есть повторяется дальше рисунок с первого ряда. Так. Помните. У нас первый ряд был кромку снять. И каждую петлю мы провязывали лицевой с накидом. Вот так. Вот лицевая с накидом. Два. Три. И так дальше. То есть работа начинается у нас с первого ряда. Вот. Значит. Повторяя всего эти 4 ряда, мы получаем крупную ажорную вязку. Вот такую. Данный узор я вязала из хлопка. Достаточно толстого. 50 кром. У меня 78 метров. Вот. И такой результат получила. Всем большое спасибо. Всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова